Док Браун Классики хочу посоветовать обратить свое внимание на мастер сервер Ion 1.9. Сервер открывается 15 марта, так что все стартуют на равных условиях. В игре вас ждет 8 игровых классов, 50 уровней прокачки и приятные x2 рейты. Также на сервере есть некоторые особенности, которые делают игру более приятной как для любителей PvP, так и для поклонников PvE. Больше подробностей вы сможете найти на сайте сервера, ссылочка в описании. Ну а теперь давайте вернемся к Black Desert и обсудим, что же там добавили. Начнем с приятного ивента под названием Небесные сладости. Он продлится с 13 марта и до 27 марта. Занимаясь охотой, сбором или рыбалкой, вам будут периодически попадаться сладости. И собрав нужное количество, вы сможете их обменять у Непися Продавец Кулинарии на сундуки с камнями Крон. Ну а еще помимо этого, на все время проведения ивента в игре будет действовать бонус на опыт. Таким образом, на обычных каналах, включая канал Арша, с понедельника по четверг игроки будут получать на 150% больше боевого опыта и на 30% больше опыта навыков. А с пятницы и до утра понедельника на 200% больше боевого опыта и на 40% больше опыта навыков. По-моему, достаточно неплохо. А в общем, самое время качаться. Кстати, чуть не забыл, в честь обновления был добавлен новый ивентовый календарь. Так что помимо стандартных плюшек за вход, вы будете получать еще и дополнительные, среди которых найдутся сундуки с разными ништяками, печенюхи и многое другое. Также по случаю обновления в донат-магазин завезли новые наборы с плюшками, нового питомца, красный дракончик, а также скидки, что тоже немаловажно. Но само собой, все это хоть и приятно, но не является основной частью обновления. Самое главное, это, пожалуй, новая локация Дриган, которую наконец-то ввели в игру. Стоит отметить, локация большая и очень красивая, так что ее интересно исследовать. Конечно же, с новой локацией появились новые категории знаний. Также там огромное количество нипов, выдающих задания, так что если вы фанатеете от квестов, то тут вам будет где разойтись. Также игроки, закончившие квесты в Кэме Сильве, смогут получить у черного духа новый квест Дриган «Письмо Королевы». Это задание предоставит еще больше информации о новом регионе. Ну а еще добавлю, что если вы без проблем прошли Камасильву, то монстры с земель Дриган не доставят вам особых проблем. Помимо всего вышеописанного, с этим обновлением произошло еще много разных мелких изменений в игре. Например, теперь нет лимита на получаемое из писем серебро, а в своем инвентаре также теперь можно переносить более 100 миллионов серебра. Лимита также больше нет, что очень удобно. Также появилась новая иконка, которая называется «Сундук с подарками черного духа». Теперь именно там вы будете забирать награду за рейтинг семьи и награду «Сумречной арены». Кстати, говоря о «Сумречной арене», нужно отметить, что в этой обнове разработчики попытались пофиксить многие из существующих там проблем и ошибок. Ну а получилось у них или нет, и осталась ли там еще пачка проблем, ну думаю мы это скоро узнаем. Также была проведена балансировка классов, но там такое большое количество правок и изменений, что говорить о них в видео нет смысла, ибо это затянется на очень долго. С подробностями вы можете ознакомиться на официальном сайте игры. Ну а еще помимо всего вышеперечисленного, данное обновление добавляет в игру массу новых предметов, включая новые виды интерьера, новая броня синего ранга, новая босс-шмотка, перчатки либра и много чего другого, включая итемы для обмена на разные ништяки у неписей. Также появились новые монстры и даже новый мировой босс Красный Дракон Камос. Короче говоря, если подытожить, то обновление получилось очень насыщенным, как в отношении нововведений, так и в отношении разных исправлений. На этом все. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всего самого интересного и жмите на колокольчик. А еще заглядывайте на наш ютубовский стрим-канал. Там у нас проходят ламповые эфиры по самым разным играм. Ссылочка на него в описании. Всем вам удачи и до скорой встречи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok